Друзья, я приветствую прежде всего райдеров, тех, кто записался на соревнования. Вы крутые, смелые парни. Давайте все похлопаем. Ну а вас ответно приветствует Тольяттинский квадроклуб ТЛТ Квадр. Мы рады гостям, мы рады сами собраться вместе. Сегодня с нами также спонсоры дилерский центр CFMoto, магазин МотоТЛТ, правильно, магазин автозапчастей. Наши спонсоры любезно предоставили нам призы, за которые мы сегодня будем состязаться. Но помимо призов у нас есть еще памятные кубки. Сегодня наша гонка пройдет в таком в новом формате квадробиатлона. То есть, как вы понимаете из названия, у нас заезд, понятное дело, на скорость, на навыки, на скилуху, и также будет стрельба. Как в биатлоне, традиционно, за промах начисляется штрафной круг. Соответственно, после каждого рубежа, если были промахи, райдер проезжает соответствующее количество штрафных кругов. По трассе кругов у нас с вами будет два. А, стартуем по спидвейной системе. Четыре человека стартуют одновременно. Четыре человека стартовали, по дистанции разобрались, отстрелялись первый рубеж, ушли на второй круг. На втором круге также отстрелялись, финишировали. Первые двое, кто приехал, первое и второе место проходят следующий тур. Третье и четвертое место на этом соревновательную программу заканчивают в рамках квадробиатлона. Но для них будет конкурс по перетягиванию каната. Вот на вот этого мужчину, посмотрите, пожалуйста. Он организует досуг тех, кто выбыл из основного мероприятия. Те, кто пройдет во второй тур, по этой же схеме, то есть спидвейная система, всегда двое из заезда заканчивают гонку, двое первых продолжают гонку. Так мы определяем победителей. Редактор субтитров А.Семкин Не испытывать ваше воображение, не заставлять все это представлять. Сейчас мы с вами сделаем тестовый проезд. Тестовый проезд мы с вами все выстроимся вот там, через буквально 5 минут. Вот за ленточкой встаем. Вставайте примерно по 4 квадроцикла, чтобы у нас 4 линейки вот так вот образовалось. Так всем будет понятней и приятней. Мы в совершенно спокойном темпе, лайтовенько проедем трассу, посмотрим, вы с ней познакомитесь. Все заедем на рубеж, каждый постреляет по 3-5 выстрелов, ну, то есть, чтобы у вас было понимание, что за оружие, да, чтобы не в первый раз не снова здорово. Вот, то есть у нас такая тестовая прокаточка, без всякой суеты, без там лишних обгонов. Мы знакомимся с трассой, знакомимся с оружием. Через 5 минут я вас там жду. Сколько нужно стрелять раз? Стреляем 5 раз? 4 выпить или 5? 5 из 5. Стреляем 5 раз, соответственно, за количество промахов в штрафные круги. И стреляем по разным бутылкам. Штрафном кругу, если кто-то уже катает несколько квадроциклов, так же все заезжают? Или пока один не откатался, будет, заезжает? Заезжают все, но соблюдают правила вежливости, да, ну, соответственно, так же, как в лесу вы едете, узкая трасса, не пихаемся, не пинаемся. Мы стартуем с сидячего положения или бежим к квадроциклу, заводим и едем? Мы стартуем с запущенных квадроциклов, то есть квадроциклы стоят с работающими моторами на линии старта, по отмашке флагом вы стартуете. Но мы сидим на квадроцикле. Да, вы сидите на квадроцикле. Ничего, бегать не надо, запрыгивать там. Еще момент. Положение стрельбы произвольное. Хотите стоя, хотите с колена, хотите лежа. Ваше дело. То есть положение стрельбы вы выбираете сами. На рубеж стрельбы можно подъехать и прямо с квадрикой стрелять? Или нужно... Обязательно спешиваться. Квадроциклы старайтесь составлять не друг за другом. Старайтесь в линию вставить, чтобы перед вами было пустое пространство, чтобы вы стартовали, ну, не ограничиваясь другим участникам. Субтитры сделал DimaTorzok Необычно в таком формате первый раз, но мне очень понравилось. Задача не просто быть первым, а еще четко отстрелять, попасть в себе мячшени, так как это сокращает время и больше успехов на удачу тех, кто не делает промахов. Участникам огромное спасибо за достойные соревновательные моменты. Отлично. Хорошее мероприятие. Единственное, как сказал мой друг до этого, тяжело после покатушки стрелять. Руки очень сильно дрожат от бездорожья. А так вообще просто супер. Лайтовая трасса, детям погулять, природа просто огонь. Погода нам вообще хорошо удала все сделать. Ой, вообще все очень замечательно. Ребята на самом деле организовывают не первый раз такое мероприятие. Летом тоже у нас было шикарное на КПЛО мероприятие. Всегда все по высшему уровню. Мероприятие очень здоровское, мне очень нравится. Такая дружелюбная атмосфера. Все так хорошо друг к другу относятся и поддерживают. Происходит коммуникация между людьми. Даже те, кого не знаешь, общаешься, знакомишься. Это очень здорово. Ну и гоняешься. Вообще просто классный. Прямо обстановка душевная. Трасса сама по себе не тяжелая, но как бы вот это вот после трассы, после леса руки дрожат, на холоде они мерзнут и сложно отстреливаться. Даже вроде бы обычное легко попадаешь, а руки трясутся, адреналин переполняет и не всегда попадаешь. Нет, трасса была не тяжелая. Там в лесу, конечно, разбито немножко, но все, в общем, это все просто оказалось. Не тяжелая трасса была спокойненькая. Самое главное стрельба. Трасса великолепная. В некоторых местах она до боли легкая, а в некоторых очень сложная. Для меня, как для новичка, это прям было круто. Однозначно будем посещать. Это 100%. Мы даже еще больше приедем. Еще больше народа приедет. У нас приехало 6 квадриков, а так у нас порядка, наверное, в Кенеле порядка 30. Так что ждите. Нас много. Мы банда. Открышки. Наш день состоялся. Спасибо огромное всем, кто принял участие. Гонка получилась интересной. Что можно сказать? Огромное спасибо всем за аккуратность, осторожность и вежливость. Победили реально сильнейшие. Давайте им похлопаем. Ребят, хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия. Сегодняшнего. Мы на самом деле готовились плотно месяца два. Это все готовится честно, не одним днем. Это большой труд. Хочу сказать большое спасибо семейству Люциферов. Хочу сказать спасибо тем, кто работал на рубеже. Это Денис Гавриков. Где он? Денис Красава! Денис Гавриков! Парни, кто стоял на рубеже. Олег Игоревич влился в канал. Парень, который весь день провел на штрафных кругах. И не знаю, мегаорганизатор нашего мероприятия. Человек, который на себя вывез просто вот до хрена сколько. Это Кристина Ено. Где она? Кристина нам еще сегодня будет вручать медали. Также хочу сказать огромное спасибо Леше, Джокеру, который организовал детский праздник. Ребят, которые сегодня нас кормили. Это Саша праздник. Давайте поаплодируем товарищу организатору Лолодке Широкову. Хочу сказать большое спасибо гостям, кто приехал мне из Тольятти. Нам все это проще. Вам все это дальше как бы и в новом месте, ну в незнакомом. Огромное вас спасибо. Вы рубились люто. Вы крутые. Спасибо, гости. Еще раз хочу сказать спасибо нашим спонсорам. Это компания Тольяттинский дилер. Цепь Мото ТЛТ. Который предоставил нам призы. И магазин Мото ТЛТ. Еще раз огромное спасибо. На третье место вручение кубка и медальки участника, а также масло. Вручаем Александру 25 см. Ура! Второе место вручение кубка и медалька участника вручается за первое место. Ура! 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 Поздравляем! 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 Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok